Змею обнаружили жители в центре Владивостока. Две жительницы Владивостока устроили драку в почтовом отделении на Тухачевского, 24, сообщает Риа Влад Ньюз. Агрессивные действия начались из-за неразберихи с порядком в очереди. После словесной перепалки одна из женщин перешла в наступление и буквально накинулась на другую клиентку почты. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе приморского филиала Почты России. Акулы в Приморье. Сегодня, возвращаясь после нырялки в рудной пристани, с Андреем Шпатаком наткнулись на дрейфующую сеть. Печальная картина ожидала нас в воде. Что-то как-то грустно, друзья, подписал оператор видео. По видео видно, что погибла сельдевая акула, запутавшись в сети и уже на момент съемки не подавала признаков жизни. Очень жаль акулу. Сколько угодно таких ситуаций создают люди, а страдают невинные животные. Очень печально. Грустное зрелище. Пишут комментаторы. Живую змею обнаружили горожане в одном из скверов в центре Владивостока. Амурский полос грелся на солнышке на парапете сквера имени адмирала Невельского. Напомним, в начале июня жители Владивостока увидели змею, которая выползала из подвала одного из жилых домов на улице Добровольского. Специалисты утверждают, приморские змеи не кусаются, если их не тревожить. Если вы наступили на змею, то она укусит, защищаясь. Главное правило – не трогать змею, даже если вам кажется, что вы ее убили. Ни в коем случае не брать ее в руки, чтобы перенести. Может укусить судорожно. Не пытайтесь змею ловить сами. Это чревато укусами, заражением крови. А одна из змей на приморье – тигровый уш – она смертельно ядовит. О том, почему квартире необходима дополнительная защита, именно летом поговорим сегодня с заместителем начальника управления вневедомственной охраны по городу Владивостоку Александром Юрьевичем Цыганковым. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Александр Юрьевич, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что такое вневедомственная охрана и почему именно летом необходимо подключать квартиру, скажем так, не необходимо, ну требуется. Да, это была длительная защита жителям города Владивостока, квартирам жителей города Владивостока от квартирных воров. Ну, я начну немножко с истории. Подразделения вневедомственной охраны были созданы 29 октября 1952 года. Вошли в структуру органов Министерства внутренних дел. Назывались как вневедомственная сторожевая наружная охрана. В 2016 году подразделения вневедомственной охраны вошли в структуру, вновь созданной государственной военной организацией Росгвардии. И в настоящее время, по сути, является ее ванализированным подразделением. Задачу подразделений входит обеспечение охраны важных режимных объектов, подлежащих обязательной охране. Это такие объекты на территории края, как Приморский океанариум, расположенный на острове Русский, Всероссийский детский центр океан. Также подразделения охраны осуществляют охрану имущества физических и юридических лиц на основе заключенных договоров. Участвуют в охране общественного порядка, в том числе при проведении общественно назначенных мероприятий, таких как Восточный экономический форум. А также сотрудники участвуют в выявлении, пресечении преступлений и административных правонарушений. Что касается охраны в летний период квартир граждан, можно сказать, следующее. По статистике, большее количество краж квартирных происходит в теплый период времени, когда люди уезжают в отпуска на длительный период времени и оставляют свои квартиры. Поэтому, в принципе, в этот период людям необходимо позаботиться о сохранности своего имущества, в том числе квартир. То есть я немножко просто сузила специализацию управления вне ведомственной охраны до охраны квартир. А Ваша задача также охранять важные какие-то социальные объекты. Скажите, пожалуйста, вот насколько это сложно, каким образом это осуществляется? Вы просто подключаете их на пульт охраны или как это происходит? Что касается объектов или квартир? Нет, именно объектов. Объекты, вот именно те, которые я назвал, подлежащие обязательной охране, они охраняются путем непосредственного внесения службы сотрудников на них. То есть в виде постов, которые осуществляют пропускной режим на эти объекты и осуществляют охрану общественного порядка на этих объектах. А для чего это необходимо? В целях безопасности. Есть категория объектов, так называемая, с массовым пребыванием людей, в связи с исключением фактов террористического посягательства и так далее. В целом, так сказать, комплексный подход к безопасности граждан на этих объектах. А там достаточно большое количество сотрудников работает? Вот сколько человек необходимо для охраны такого объекта, как океанариум? Или это секретная информация? Вы знаете, ну, не совсем секретно, но тем не менее, хочу сказать, что все зависит непосредственно от объекта. Потому что на объекте располагается здание, на объекте располагается, если мы говорим о Приморском океанариуме, это очень сложная сеть коммуникаций. Вот. Очень, с точки зрения охраны, сложное место расположения. Поэтому тут у нас, как говорится, комплексный подход и соответствующая расстановка сотрудников. Кроме океанариума Всероссийского детского центра «Океан», какие объекты еще находятся в ведении управления вне ведомственной охраны? Еще у нас под нашей охраной один объект, который включен в перечень обязательной охраны, это Приморский исторический архив. А остальные объекты, как уже ранее сказал, это по договорам с заключенными с физическими и юридическими лицами. Охрана именно имущества граждан. Вот поговорим про имущество граждан, пресловутое, про квартиры. Каким образом и почему количество краш увеличивается летом? Потому что люди едут в отпуска? Ну ведь они зимой едут в отпуска. Ну, как правило, еще раз остановлю, что по статистике больше все-таки люди уезжают в отпуска летом. И не то, что в отпуска, просто выезд на природу, на дачу, на море. Поэтому это все дело, так скажем, опытные злоумышленники, назовем их так, это все подмечают и, соответственно, со своей стороны уже, так скажем, реагируют. А вот скажите, исходя из опыта, какие квартиры становятся объектом повышенного внимания? Это, скажем, какие-то роскошные квартиры или, наоборот, вот средний класс чаще подключает свои жилищные объекты к пульту вневедомственной охраны? Вы знаете, по-разному, но чаще всего страдают те квартиры, собственники которых не уделяют должное внимание мерам безопасности, либо технической укрепленности квартир, либо слабые двери, либо незакрытые окна, либо, ну, если мы говорим о периодичности убытия, да, то это, так скажем, забитый ящик с корреспонденцией, да, на что можно обратить внимание, сделать выводы, что хозяева уже давно отсутствуют в квартире. А каким образом можно защитить свою квартиру, кроме подключения к пульту сигнализации? Ну, это вот как раз техническая укрепленность, во-первых, нужно обращать внимание на, так скажем, достойную защиту в виде качественных дверей, чтобы дверь была укреплена не менее двумя замками соответствующего уровня секретности. Вот, закрыты окна, если это первый этаж, блокировка оконными решетками распашными, либо еще других видов. Ну, и, соответственно, я бы порекомендовал собственникам жилья, конечно, установить доверительные отношения с соседями, да, чтобы, допустим, на период отъезда можно было созвониться, вот, переговорить по поводу обстановки, так сказать, вот. И в целом нужно понимать, что на период длительного отсутствия лучше, если есть какие-то ценности в квартире, какое-то имущество, такое, которое, вот, так скажем, дорогостоящее, то есть его лучше либо отдать на время своим, там, доверительным гражданам, родственникам, да, либо, соответственно, специализированные учреждения, банки и так далее. А как часто вашим сотрудникам приходится выезжать по тревоге? Ну, достаточное количество раз, вот, но хочу обратить внимание на то, что вот как раз, подключенные на сигнализацию квартиры, как правило, от имущественных посягательств страдают меньше всего, потому что, если, так скажем, неопытные домушники лезут в квартиру, не зная, что там неведомственная охрана, как показывает практика, вот, с нашей стороны, то, соответственно, обнаруживая то, что установлена сигнализация в квартире, они, так скажем, убывают очень быстро, быстро так. А как это срабатывает? То есть вор влазит в квартиру, вскрывает дверь и что, начинает вырещать сигнализацию или как это происходит? Технические средства охраны, вот, в наличии, либо это световая сигнализация, это звуковая сигнализация, в принципе, она визуально видно, что стоят, допустим, либо акустические, либо объемные извещатели, либо там оптические электронные датчики, вот, поэтому... Сигнал тут же поступает к вам на пульт, правильно? Да, правильно. И сколько времени нужно вашим сотрудникам, чтобы оказаться в зоне бедствия? Ну, так скажем, у нас нормативно-правовыми документами точное время не установлено, я имею в виду в количественном варианте, у нас прибытие регламентируется как в кратчайшие сроки, поэтому, как правило, это небольшой промежуток времени, потому что наряды непрерывно находятся на маршрутах патрулирования в соответствующих районах в зоне обслуживания и экстренно выезжают на срабатывание оперативно. А случались с сотрудниками какие-то экстренные ситуации, когда они сталкивались, не знаю, с каким-нибудь отмороженным вором-наркоманом, которому все равно, но он начинал нападать на сотрудников, ну, какие-то экстремальные ситуации? При срабатывании сигнализации я так вот, на вскидку, не помню таких ситуаций, вот, но я хочу сказать, что сотрудники медицинской охраны еще участвуют, как я ранее сказал, в охране общественного порядка и выезжают по заданиям территориальных органов внутренних дел, но там уже бывает всякое. Скажите, пожалуйста, ваши ребята, они проходят какую-то специальную подготовку для того, чтобы устроиться работать в Росгвардию? Что нужно? Ну, чтобы устроиться в Росгвардию, необходимо, во-первых, иметь соответствующий возраст с 18 до 35 лет, оконченное образование, как минимум школьное. Если человек желает в будущем стать офицером, то, соответственно, необходимо высшее образование, либо среднее профессиональное образование. Вот, соответственно, при поступлении сотрудники проходят психологическое диагностирование, проходят диагностирование на состояние здоровья, вот, и после удачного прохождения сотрудники проходят первоначальную подготовку, то есть изучение действующего законодательства, сдача нормативов по физической подготовке. Вот, ну и после удачных испытаний поступают на службу. Накануне записи мы с вами поговорили про то, что ваши сотрудники — это в основном девушки. Почему так происходит? Ну вот именно те, которые сидят и наблюдают за видеокамерами, правильно я понимаю? Они в группах реагирования? Ну, в группах реагирования, да, как правило, у нас это… Молодые люди, вероятно. Да, молодые люди, вот, с соответствующей физической подготовкой. Вот, ну, да, есть у нас такая ситуация, что девушки заинтересованы именно в службе, в Росгвардии, идут именно, вот, так сказать, на посты по охране объектов, потому что работа, в принципе, такая благоприятная, суточная, удобная, плюс, ну, соответственно, у нас имеется социальный пакет гарантий для сотрудников Росгвардии. А юридическое образование обязательно иметь или достаточно высший вопрос? Все зависит от должности. Если мы говорим о сотрудниках, несущих службу на постах по охране объектов, то, соответственно, это, значит, школьное образование, либо среднее образование профильное, там, средне-специально, средне-профессионально. Ну, вот сегодня сотрудник Росгвардии — это кто? Сотрудник Росгвардии — это престижно. Почему? Ну, как я уже сказал, что структура новая, вот, созданная два года назад под эгидой президента Российской Федерации, вот, поэтому в рамках перехода со службы в органах внутренних дел в Росгвардию, вот, в принципе, сотрудники, вот, как раз мотивированы именно этим. Тем, что вас курирует лично президент? Ну, можно и так сказать. Ну, и в целом задачи, возлагаемые на Росгвардию, они важны, нужны в условиях обстановки и внутри страны, и международной. Вот, задачи, те, которые ставятся перед Росгвардией, они понятны, и еще раз повторю, что важны очень. А какая главная задача сегодня стоит перед вашими сотрудниками, вот, в целом, так сказать, в масштабах страны? Ну, в целом, я могу сказать так, что, в целом, если я отвечаю на этот вопрос, нужно понимать, что такое Росгвардия в целом. А Росгвардия – это военная государственная организация, созданная для обеспечения государственной и общественной безопасности, а также защиты законов, прав и интересов граждан, и, в принципе, каждого гражданина и человека. Спасибо вам большое, Александр Юрьевич. Будем надеяться все-таки, что наши граждане будут вести себя достойно, с той стороны закона, не будут посягать на чужое имущество, работы у ваших сотрудников будет меньше, а сотрудников у вас будет как можно больше. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»